Будда в городе подкаст Дхарма военного времени Код если появится, чтобы мы его зафиксировали Ты пьешь чай? Да, вот у меня тут пуэрчик Пуэрчик И у меня тоже есть дружок Ага И мой Дружок Иди, пьем Мы уже какое-то время назад Несколько лет назад нашли этот магазин Чайный И мы заказывали его по почте Ну так как у них живой магазин в Любляне Только то мы, значит, это По интернету заказывали А тут мы впервые Вот сейчас в Любляне зашли к ним Поговорили там с продавцом Купили уже вот так с полочки Вот, так что мы осваиваемся тут На новом месте Как тебе, в Любляне Знаешь, нам нравится, да И как-то Ну, понятно, что есть свои вот плюсы и минусы Но пока что мы в большей степени ориентируемся на плюсы Как это здесь? Ну, здесь тише явно Вот У нас большое окно Вот большое окно Раньше такого не было у нас 11 лет У нас не было окна Такого вот фронтального Был только в потолок Вот Еду тут можно, знаешь, теперь разнообразить То индийское То, значит, там Пиццу заказать То Японскую Ну, пока японскую не заказывали Вот И китайскую То есть, ну, как бы вот эти заказывать можно Ну, и оно относительно так Не очень дорого Но зато Экономит время Я видела фото Мне понравились улицы и дома И вообще какая-то такая уютность есть в этом Да Тут получается, что город-то вообще небольшой И вроде бы как это, считай, окраина такая Ну, как бы Такая Здесь эти Такие одноэтажные домики, садики Как деревня Но 40 минут до Пешком Пешком 40 минут до центра Красотично Поэтому, в общем-то Ну, и мы будем искать Как-то вот так Примерно Чтобы это было Недалеко от центра Ну, ну, вот На постоянном И это И в то же время, что Ну, тихо было Тихо Потому что мы, конечно Если от чего мы там устали Так это от Ну, от громкости Постоянной Что-то Это вот Все очень Звучит Округа вся Спать нам не давала Слушай, ну, тишина Мне кажется Это вообще дорога жизни Мы движемся же В пустоту и тишину Из шума И полноты И Это как мышки по норкам Мышки же не двигаются В стенки Не врубаются Они двигаются Туда, где пусто И мы такие же Только у них норки видны Потому что они под землей А мы везде свободны Но мы делаем то же самое Что делает природа Как река Движемся туда, где свободно И там, где нет ограничений Мне кажется Это и происходит Постоянно Дома На месте ты сидишь Или Или движешься куда-то По земле Одинаково Сознание так и тоже делает С днем рождения Спасибо Рады, что ты родился У меня же нет Такого понятия Что ты сегодня родился Или вчера Хоть каждый день Пожалуйста Ну что, как ты Как вы Сейчас Ну вот Сегодня второй день весны Я считаю Или третий Такой вот Когда снега почти не осталось И Есть еще Но это уже Какое-то такое Совсем на два дня На два-три дня Осталось немного снега И такое быстрое высыхание земли Не знаю я Как будто я высыхаю А не земля Такое внутреннее ощущение Освобождение Раскрытие Очень быстро растет трава Прям выходишь утром А холмы уже зеленые Или такие буро-зеленые В дворе уже много зелени Почки набухают Мурашки по коже Просто Ну, какой-то такой период времени Зима, она Прекрасна тем, что она белая А вот эта пересменка Много грязи Мы сейчас еще не можем Выехать из дома Еще грязно К нам заехать могут А мы как-то вот Жека боится еще И мы вот уже Недели полторы Сидим дома Никуда не выезжаем Не за продуктами Нам друзья подвозят Поближе подъезжают И забрасывают А вот эти три дня Какой-то просто подарок Мы обрезали деревья Косметические Так легко Кусты Открыли розы Как-то первый раз в году Мы вовремя все Опрыскали как-то правильно Чтобы деревья были здоровыми Это нужно делать Очень ранней весной И у нас появился агроном И получилось так Что все как-то так Происходит очень А вчера мы ходили в лес Мы пошли Это был какой-то заговор Потому что Жек сказал Я хочу с тобой гулять А он никогда Со мной не гуляет Я гуляю с гостями Он дома сидит Или работает А тут Я хочу с тобой гулять Я подпрыгнула Переоделась Быстро Туда-сюда На всякий случай Взяла рюкзачок А оказалось Он пошел с лопатой Гулять Тут я поняла Что что-то пошло не так Мы не будем гулять На холмы Там к Волге В красивое место Нет-нет-нет Там что-то другое Он повел меня в лесок С лопатой Да Вот Двояка может быть Открыл мне тайну Что мы сейчас будем Выкапывать сосенки Но оказалось Что много сосенок Не навыкопаешь Потому что ком Должен быть большой Даже вот в такой сосенке Должен быть такой же ком И мы, конечно Каждый по сосенке А третью в мешок Еле-то тащили Я думала, что я просто После этой прогулки Коленки на другую сторону Согнуться Я упала вот так Вот после И вот эта прогулка Я понимала Так что в следующий раз Он скажет Я хочу с тобой гулять Я думаю, что он гуляет со мной Раз в 10 лет Вот, знаешь Чтобы я запомнила Надолго Что он со мной погулял Ну, мы посадили их И это приятно И посмотрим Сейчас хорошее время Когда я оказываюсь На природе Я очень близка Всему, что происходит И взволнована И как-то Мой ум Совершенно по-другому живет Я очень мало думаю Ну, вообще Как-то В смысле О том, что делать Как быть Там В прошлое Будущее Вообще Некогда заглянуть Просто Счищаешь Собираешь листья Жжешь огонь Такая Совершенно чудесная работа Слушай, ну мы Раз мы с тобой уже говорим Про Жизнь общая И вот, собственно Мы с тобой хотели поговорить Про Контекст тоже И войны Ну, мы с тобой говорили Без записи Так В принципе Уже Ну вот Как Как ты сейчас Как ты Живешь Как ты Проходишь Вот уже получается Ну сколько Скоро 60 дней Будет Уже войны Два месяца Скоро Завтра Наверное Будет Завтра Два месяца Ну если считать С 24 По 24 Сегодня Ну это Как-то в этом есть Какая-то Траектория Логика И И определенная Спонтанность Когда это Прямо началось Это было Невероятно Трагично Больно И Ну Я видела Что очень много Стыда вокруг Я проверяла Но у меня Какой-то Сильный Сильно Я очень много Долго проработала Свой стыд И поэтому Я смотрела туда И слава богу Я не увидела Стыда за это В себе По крайней мере То есть Я не увидела Вины Стыда И вот Я замечаю Что то Что я никогда Не была Вовлечена В политику То что сейчас Очень сильно Меняется Людям За то Что они Не вовлекаются И сейчас Это я Это моя Персона Я именно Такая С 12 лет Когда я последний раз Посмотрела в телевизор И увидела Хлопающих Брежнева Людей Я увидела Ложь И больше Я не вовлекалась В это То есть Мне было Недостаточно Лет Для того Чтобы стать Политически против Но и Но и достаточно Какого-то Внутреннего Внутренней Правды Для того Чтобы с этим Дальше не идти И так и проходила Моя жизнь Наверное Танец Спас меня Потому что я В какую-то Правду Залезаю И залезала И упиралась И двигала И защищала Людей Когда-то И Это Мои характеристики Агрессивные В этом смысле Жизнь Немножко Это подправила Но в целом Я думаю Хорошо Что я стала танцором Это продлило Мне жизнь И Танцуя Я много чего Не видела И не замечала Я Тем более Я как-то Последние 10 лет Вообще двигалась По разным Странам мира И Дома почти Не бывало Поэтому Для меня Было Такое Ну как Мне кажется Для многих Такое Но Как говорится Для меня Это было Я все пропустила Что же происходит Когда это все Началось И И И И Потом Я очень Много Смотрела Друзей Мне Помогало То Что я В какой-то Момент Просто Зашла Ну Как бы Прям Плотно Зашла На медитации К тебе И просто Благодаря тому Что там Разные люди Из разных Мест В том числе Есть Мест Которые воюют Друг с другом И Мы можем Смотреть Друг на друга Чисто Честно С болью Или С радостью Но Как-то Это По-человечески Открыто И Можно становиться Человеком В этом месте А не А не Воинствующей Страной Перестать Быть страной Стать Человеком И смотреть Как человек На то Как люди Проходят Это И в том числе Я И конечно То что Говорит Если говорить Обо мне Это я В центре России В очень Тихом Месте Среди Совершенно Невероятно Прекрасной Природы Где люди Вообще Об этом Не думают Они Близки К земле Они Занимаются Коровами У них Свои проблемы Там дети Рождаются Животные Умирают И Они этим Живут И Будет ли урожай Хорошая Ли была Зима Для земли Сажают И Как-то Вот это Продолжение Жизни Оно Тоже Наглядно Как-то Показывает Что жизнь Продолжается Независимо От того Что И Я вот думала Что же Что же Болит Тогда Если у кого-то Даже Внимание Не на этом Некогда Внимание Этому Уделить Болит Сердце Болит Болит Вот эта Разделенность И чувство Что Каких-то Своих Близких Друзей Я к себе В гости Не знаю Когда Приму Очень Хотелось Бы То есть Есть люди Которым Я помогала Тем Что У меня же По всему Миру По всей Европе Очень много Друзей И Я каким-то Друзьям Из Украины Просто Подсказывал И Соединял Каких-то Людей Которые Могли бы На период Времени Поддержать Язык Поддержать Потому что Не все знают Английский И Где-то Получилось Где-то Мне Как-то Приятно Что Вот Такая Моя Жизненная Позиция Носиться По миру Здесь Как-то Помогла И В принципе Я могу Помогать То есть У меня Почти В каждой Стране Есть люди Которые Танцуют И Люди Которые Занимаются Терапией И Если Я В сообществе Сделаю Какое-то Заявление То Это Конкретным Людям Может Помочь То есть В принципе Можно писать Мне Лично Если Вы в Какой-то Стране Оказались Я могу Если Это Мне Доступно И Будет Возможно То Я могу Прям Хороших Людей Своих Близких Друзей Попросить Помочь То есть Какие-то Такие Вещи Я могу Это То Чего Я Накопила За жизнь Может Не столько Денег Но друзей У меня Много И Они Пишут Мне Они Мне Сообщают Что Они Со мной То есть Независимо От того В какой Стране Я живу Для них Я Не тот Человек Который Напал Или Там Воюет Я тот Человек Который Тоже Оказался Очень Ну Как бы Богом Какой-то Запрошенной Позиции То есть В себе Сейчас приходится Искать Бога И молиться И за себя Тоже Потому что То как Весь мир Отвернулся От России А я Не могу Сказать Что Я Очень Хотела Жить В России Я Здесь Живу И Не Хочу Уезжать Это Земля На которой У меня Ноги Стоят Дом Есть И И Это Помогает Потому что Люди Просто Пишут И говорят Чем тебе Помочь Я понимаю Что О боже Мне Ничем Не надо Помочь Но Это Какая-то Не знаю Протянутая Рука Через Я не знаю Через Европу Просто Потому что Мы знаем Что мы Люди Потому что Мы знаем Что мы Вместе Смеялись Танцевали Говорили О дружбе Исследовали Какие-то Вещи Обнимали Друг друга И это Никуда не уходит Это не пропадает Не знаю Я вот так Пока Мне кажется Очень Как-то Знаешь Вот это Метафорично Что ли Какой-то Образ Вот то Что ты Контактный Импровизатор Вот то Что ты Сказала Как ты Сейчас Связываешь Людей Через Во всей Европе Кажется Это Есть Тоже Танец Этой Контактной Импровизации Когда ты Ну как-то Вот Есть Люди Они Контактируют И ты Помогаешь Им Контактировать И связывать Их Друг с другом И Все это В общем-то Спонтанно И в импровизации Происходит Так что Интересно Ну просто Для меня Когда я Собственно С контактной Импровизацией Я через тебя Познакомился Ну там Были До этого Не считается То есть То что я Ты основными Таким Послужил Для меня Прям Воротами Настоящими Вот Ваш С Виталиком Он Тогда Программа Где мы Собственно Как-то Познакомились Очень Плотно Как-то По-настоящему Плотно В контакте Вошли В этот контакт И подружились Как-то Сразу Практически И Ну я Тогда Просто Увидел Прямо Очень ясно Ярко Насколько Контактная Импровизация Как метафора Жизни Вообще Во многих Обстоятельствах Причем Метафора Которая Вот Воплощается Ну вот Прямо Там В танцев Специально В организованном Пространстве Вот мы Как-то Из зал Вот мы Встречаемся С людьми И вот мы Танцуем С ними Но Насколько Легко Это для меня Лично Перенести Эту Как метафору На все Обстоятельства Моей жизни Фактически И то Как именно Я живу И как я Хотел бы Жить И какой-то Мой стиль Мой способ Жизни Поэтому Мне Именно Контакт Импровизация Как Сейчас Зашла В первую Очередь Как такое Объясняющее История Про жизнь Про мою То есть Не только Как просто Техника Непосредственного Какого-то Движения Физического И взаимодействия С людьми Непосредственно Ну и Как Какая-то Как язык Объясняющий Мне Жизнь Вообще Вот Поэтому Ну и я Всю твою Жизнь Так вижу Как через Эту призму И вашу Там Жене И в целом Вот как вы Перемещаетесь Действительно Из страны В страну Где Вот вы Сейчас Вот вы Пустили Эти корни Но Все равно Само это Пространство Каким оно Стало Сейчас Что постоянно Туда люди Приезжают Приезжают Уезжают Вот Какой-то Вот Тоже такое Пространство Куда можно Войти Свободно Очень свободно И где быть Очень свободно Выйти Свободно Вот ты сказала Про стыд Что ты Много В своей жизни Со стыдом Как-то своим Работал Прорабатывал Что это Как это было Что это было Почему это вообще Было для тебя Значимо Было значимо Не обнаружить его И Я Понимаю Что Или у меня Какого-то Другого качества Ну как бы Я его чувствую Я почувствую Его прям В огромном Скажем Весе В какой-то Начиная там С первых дней войны Какая-то Невероятный Стыд За Происходящее И я Смотрела Внутрь себя И поняла Что его Во мне Нет Это как-то Связано с тем Что Я Смотрела В очень Глубокий Стыд Еще Адам И Е То есть Туда Где он Начинался И Когда-то На встрече С одной Мудрой Женщиной Ее зовут Ниру Она нам Рассказала Легенду Новую Про Адама И Еву И про стыд И она Сказала Что Она Долго Рассказывала Как они С Богом Перепирались Как он Их выгонял И в какой-то Момент Говорит И тут он им Сказал Что Вам Уходите Уходите И будете Жить Там В стыде Всю свою жизнь За то Что вы съели Яблоко И тут я И тут я Услышала От Ниру Но если бы Я была Евой Я бы повернулась К Богу Уходя И спросила Его Ну почему Почему Ты Ну как бы Вот так Нас Почему Мы виноваты Объясни Поподробнее Ну как бы А так пришлось Нам всем Вот И расплодиться И этим заниматься И каждому С собой Разбираться То есть Вот это вот Как бы Вот этот Позор Чувство стыда Оно уже Где-то Очень Глубоко В древности Началось Это не Сейчас Достаточно Любого события И это чувство Будет подниматься Если оно Внутри Уже Лежит И вот Я думаю Что в это Нужно смотреть Где я Сама себя Виню И за что И это Не Сегодня Не про Сегодня Это Какие-то Природные Родовые Вещи Заложенные Еще В начале И Не знаю Мы же с тобой Вместе К Майкам Уходили Дышать Я думаю Что это Один из Способов Продышать Какие-то Свои Очень сильные Программы Родовые Какие-то Забытия Я прямо Устраивала Себе И мне кажется Наши Шаманские Практики Дыхательные Практики Это очень Сильная Трансформация Любая Трансформация Изменяет Отношения И если Еще Сфокусироваться И смотреть Внимательно На какие-то Отношения К своим чувствам Переживаниям То их можно Сделать Более нейтральными Или чистыми По отношению К текущим Событиям А не Потому что Это было Так со мной И теперь Я так же Реагирую Это сложный Вопрос В текущей Ситуации Вот так Спокойно Об этом Говорить Если человек Чувствует Вину Пусть чувствует Ему Значит нужно Ее прожить И пережить И пройти Через это И пойти дальше Чем хороша Ситуация Вообще Любая Что Ситуация Радости Или выживания Всегда Есть точка Впереди Не как Будущее А как Жизнь Которая Будет течь Она будет Двигаться Куда-то Ити И можно Протягивать Своё текущее Состояние Свою текущую Печаль Или радость Куда-то еще И тогда Можно понимать Что и печаль Пройдет И радость Пройдет И это Пройдет И не Относиться К этому Так драгоценно И так Не рвать Как говорится Вены И не Радоваться Навсегда Один раз Понимать Что все Проходящее И какая Я прям беру Специально Две Две модели Радости Печали Чтобы было Понятно Что для меня Сейчас это Не имеет значения Что происходит Происходит что-то И я понимаю Что оно Течет куда-то И вообще-то Откуда-то пришло И если у меня Там Откуда это Приходит Чисто То и здесь Будет чисто И туда пойдет Чисто А если Надо будет Заплатить За то Что у меня Сейчас так Все хорошо Я заплачу И никуда И не денусь За все В этой жизни Нужно платить И за покой Тоже И за эту красоту На которую Я смотрю Я тут Недавно Пересмотрела Фильм Пташка Или Жизнь в розовом Свете С Эдит Пиаф И Умирая Она сказала Фразу Которая Ну есть Она зафиксирована Что за все В этой жизни Нужно платить Она это сказала Умирая Уходя Это документальный Фильм О ней Или это художественный фильм Где она играет Значит художественный фильм Но я потом прочитала Все Что доступно Сейчас Эдит Пиаф И я увидела Что они очень подробно Исследовали Ее документалистику И документально Тоже там Многое звучит Документально И фразы А многое опущено Также в художественной Но это биографический Как бы о ней Да Фильм Это биографический фильм Он идет два часа Он длинный Можно посмотреть Как раз Как бы Просто она такая Удивительная звезда И человечещая И жизнь у нее была Совсем не сладкая И мощная И переживательная И были у нее И духовные переживания И очень человеческие переживания В общем она Много чего Получила Но вот эта фраза Она Мне кажется Она Сейчас Много всего еще В виде проклятия Тоже посылается Я думаю Что это даже Не надо делать Потому что жизнь Она действительно Справедливая штука И В том смысле Что она все расставляет На свои места В ней все Все происходит Так как должно быть И если бы это так не было То Мы бы все время были бы В страхе Когда нужно быть Спокойным и радостным И тогда мы Все Все чувства Были бы запутаны А так Все как бы происходит И Платить это же Не деньгами Это же Это же Про то Что мы Абсолютно Все Имеет свою Обратную сторону И мудрый человек Все время это видит Ну или человек Который стремится К мудрости Я могу все время Видеть обратную сторону Как радости Так и печали Если я не растягиваю себя Вот на эти Размеры То В этих Размерах То тогда Жизнь проходит Очень Мелко Она просто Исчезает Я ее не вижу Тогда Я просто иду Куда-то Вслепую Ну когда Есть Взгляд Куда-то Что я откуда-то Иду Куда-то Приду И это не я Меня жизнь Уже Двигает И то Что я здесь Оказалась Это огромный Подарок И сколько Я себя Помню Я этот Подарок Ощущала Всегда Если бы Сейчас со мной Не дай бог Здесь ты имеешь В виду вообще В жизни Или Я сколько Шагаю По жизни Я никогда Не говорила Господи Зачем Ты меня сюда Привел Или Почему мне так плохо Или За что мне Вот это Но никогда Я не помню Себя такой Мне может повезло Я не знаю Но Каждый день Или каждый шаг Это какое-то Невероятное Да у меня Умирала мама И я три года За ней Присматривала И путешествовала Но каждый день Мы благодарили За этот день Потери Они Абсолютно Все имели Обратную сторону У них есть Какой-то Невероятный Свет Свет В который Можно смотреть Потому что Они уходят В свет И начинаешь Понимать Что они Приходят Из света Родители Например Тогда Почему бы Не я Какая-то Невероятная Благодарность Которую Если посмотреть Во все стороны То в общем-то Я все время Чувствую Благодарность За ту жизнь В которой Я живу И понимаю Что Это и есть Плата Уже плата Я за все Плачу Это Твоя Благодарность Это и есть Плата Это что Я Плачу Своей жизнью Вот когда Мы увидимся В самый Последний момент Вот тогда Я тебе точно скажу За что я заплатила Но я чувствую Что в моей жизни Есть Плата За все За то Что происходит За то Что происходит Со мной Конечно И вокруг Меня Ты выбрал Модель Меня Например У меня У меня только Внутренняя война С которой я Ну как бы Встречаюсь У меня нет Внешней У меня есть Внутренняя война Которая Ну Которую я уже Ну Рассмотрела Внимательно Разделила Ее на ниточки Развесила Просмотрела Где я воюю И сама С собой Где мне Что это у меня За боль Эту боль Я не собираюсь Вынимать Мне больно И больно Каждый день Это Ты мне что Сейчас началась Или Ты как бы Ты всю жизнь Нет Это как раз В контексте Того что происходит Война Я Не безразлична И то что у меня Хорошие условия Это не Ничего не значит Сердце Оно вообще Живет своей жизнью И у него Свои Отношения С этой войной Я могу Радоваться Смеяться А сердце болит И он болит Не болью У него Есть свой Какой-то Свой Какая-то Энергетическая Величина Которая Поддерживает Меня В контексте Я не могу Забыть Ни о чем Это как Не забывать О том Что есть смерть Она есть Я ее все время Чувствую Она Присутствует В предметах За спиной В окружающем мире Постоянно С тобой Как ты говорили Я помню Ну что вообще Вот что Ты сейчас Ну сейчас говоришь Про эту боль Конкретную Вот Просто потому Что идет Война Но Сильно Эта война Как бы Ну вот В каком-то смысле Она не сейчас Началась Как Я имею в виду Что это Вот эта конкретная Война Вот сейчас Началась Вот она Сейчас идет Но Это как будто бы Какая-то война Которая идет Всегда Идет Всю Человеческую Жизнь Я имею в виду Жизнь всего Человечества Нескончаемая Эта война Ну Где только Время от времени Бывают какие-то Перемирия И Мы с тобой Просто я помню Как ты говорили О Там Твоей боли О том Что ты Сама Там Обнаруживаешь Что твой характер Вот этот легкий Веселый Легка на подъем Легка на смех Легка на такое Вот Ну что в каком-то смысле Это способ Справляться Вот С этим Непрерывным Контактом Так же С трагической Частью жизни С этой Ну Будь то война Будь то смерть Будь то Болезнь Будь то Старость Будь то Потери какие-то Да Да Потому что ты сказал Про Вот это вот Ну ты вспомнил Этот миф О том Что Об изгнании Израя И вот Что он Связан Был со стыдом Действительно Что Ну как там Собственно Сказано В Библии Что И увидели Они Что они Голые И вот Устыдились Это они И устыдились И это И это И было Вот этим Обнаружением Себя Голыми И Это было Таким Вот Основой Для того Чтобы они Были Изгнаны Из того Сам в рай Когда они Не знали Не Ведали Что они Голые Что Это было Для них Ну как бы Что вот Собственно Сознание Ну для меня Это я перевожу Там на свой язык Может быть Такой Буддийский Когда Сознание Увидело Само себя Осознал Себя И И вот Тут Появился Этот выбор Что я Вот я Как отдельность Какая-то То есть Я увидел Себя Как отдельность Сознание Увидело Себя Как отдельность Я Человеку Обнаружил Себя Как человека Которым Необходимо Все время Делать Какой-то Выбор И И Вот Эта Трудность Этого Выбора И что Возможность Непрерывная Возможность Какой-то Ошибки Что Как бы Живя во времени Живя во времени Мы не знаем Правильно ли Будет Мой выбор Я не знаю Что я Вот сейчас Что-то делаю И я Понятия не имею К чему Это приведет Они Сделали И ошибки И Вот Мне кажется Здесь Очень Вот этот Ну Как-то Этот Взгляд В себя И Обнаружение Что у меня Как Такого Отдельного Существа Есть Постоян Какой-то Выбор Который Я должен Сделать Я не должен Ошибиться Ни в коем Случае Он и создает Мне кажется Это большое Внутреннее Напряжение Потому что И И вот Этот Дальнейший Стыд Который Возникает Мне Кстати Вот Я тут Недавно Про это Говорил В наших Встречах Четырех Сезонов Ну Потому что Сейчас У многих Людей Это есть Стыд И вина И мне Нравится Ну Понятно Что эти Чувства Они во многом Пересекаются Накладываются Друг на Друг Что это Какой-то Спектр Таких Переходящих И Этих Каких Тональностей Что ли Переходящих Одно в другое Оттенков Но все-таки Если условно Можем это разделить И вот Мне нравится Такое Разделение Что просто Для понятности Самой Внутренней Понятности Модель Такая Что стыд Это по поводу Вот Какого-то Принятия Себя Как Какого-то Ну Как есть И Стыд Соответственно Не Непринятие Какого-то Себя Ну Там Не знаю Выскочил Прыщ на лбу И мой образ Себя Поменялся И И Мне сразу Как бы Стыдно Перед другими Да Получается Что Мне нужно Себя Принять Так Чтобы Меня Приняли Другие Какие-то Чтобы Мой образ Перед ними Не изменился Ну Вот Чтобы Соответствовал Чему-то Вот Соответствовал Чему-то А Вина Вина Если Как бы Разделяем Это Как-то Модели Упределенной Картии То Это Нарушение Договора Вот Как бы Что Мы С собой Договорились Как Отдельное Существо Что У нас Есть Какие-то Правила И Они Могут Быть Прописаны Или Словами Прямо Сказать Но Большая Часть Этих Правил По умолчанию Не проговорено Не прописано Бывает Но Мы Про них Знаем Помним Когда Они Нарушаются То Чувство Вины Возникает И Это Разные Оттенки Переживания Вина И Стыд Но Они Сейчас У многих Как раз Возникают Причем В России Там У людей Тех Кто Не согласен С войной По своему Поводу А в Украине Вот Например Я Со многими Сейчас Людями Разговариваю Как раз Те Кто Выехал Страны У них Естественно Своё Там Тоже Чувство Вины Может Ну Вот Я Просто Многие Мне Об этом Говорят Что Как же Они И Люди С этим Сталкиваются И Вот А ты Знаешь Опять же Продолжает Я Как-то Сейчас У меня Какой-то Такой Поток Сознания В ответ На Твой Метафору Про Изгнание Израя Ну Вот Когда Эти Адам И Я Увидели Что Они Голы И Вот Устыдились И Стыд Их И выгнал Фактически Из Израя Вот Ну Я же Много Знаешь Как-то Вот С обнаженным Телом Почему-то Для меня Это Очень Такая Важная Персональная Важная Тема Она Возникла Когда-то В жизни И Я Много С этим Обнаженным Телом Работал Ну И мы С тобой На наших Мистериях Ну Как Мы Специально Там Хотя Были У нас Там Специальный Процесс Тоже С Обнажением Но Даже Просто Вот Даже Как Теба Они Там Вот Все Какие-то Естественные Такие Ищи Вот Я Помню У меня Было Такое Вот Еще На Ранних Этапах Моей Вот Работы С Обнаженным Телом Я Делал Тоже Банные Тренинги И Вот Люди Ну Как-то В этой Бане Мы Причем Там С моими Ведущими Мы Не Настаивали Что Там Люди Раздевались Или Не Раздевались И Кто-то Вначале Там Не Раздевался Но Потом Когда Ну В смысле Догола Уж Совсем Но Потом Когда Как-то Становилось Настолько Уже Как-то Неудобно В таких Там Плавках В каких Тут Этих Купальниках Что Люди Действительно Просто Естественным Образом С себя Снимали То Возникало Чувство Рая Действительно Какого-то Возвращения Какое-то Такое Бытие До Любого Стыда Вообще И Эта Естественность Обнаженности Причем Она Как-то Проецировалась На Какое-то Внутреннее Переживание Что Внешне Понятно Что Там Тело И тело Ну Чего Там Вот Такие Какие-то Тела Разные У кого-то Худые У кого-то Толстые Длинные Высокие Там Разные Там Непонятно Что у людей Там Опять же Есть Своё Представление Какой-то Там Красоте Которая Должна Быть Но Вот Там Эти Как раз Представления Как будто Улетучивались Они Просто Там Не имели Смысла Они Просто Не Ну Какого Вообще Не имели Какого-то Значения Потому Что Все Вдруг Становились Вот Какими-то Естественными Такими Как Как мы Есть Со Своими Особенностями Какими-то Уникальными Ну Там Не знаю У кого-то Извините Жопа Большая У кого-то Там Сиськи Висят У кого-то Еще Что-то И Каждый С этим Как-то Соотносится Как же Вот я Все время Чем-то Недоволен А тут Это Как просто Перестает Иметь Значение Просто Вот Люди Такие И Вот Это Состояние Рая Причем Ну Как бы И я Это Замечал И люди Об этом Постоянно Говорили Что Господи Как же Легко С этим Становится Как С самим С собой С другими Становится Легко В этом И Вот Для меня Это Ценно Просто И Ну Вот Это Опять Это Просто Какая-то Метафора Там Обнаженность Физическая Но Для меня Цена Такая Вот Внутренняя Обнаженность И Как раз Важно Когда Мы Можем С людьми Ну Встречаться Вот Так Вот Для меня Там Цена Например Что Ты Ну Как Живя Так Вот Живя Обнаженной Такой Вот Жизни Ты Создаешь Это Просто Ты Как Самой Своей Жизнью Приглашаешь Людей Вот В свое Пространство Такой Обнаженности И Знаешь Так Интересно Вот Наш Наш Период Времени Я его Называю Прям Нашим Когда Мы Вместе Ездили На Мистерии Действительно Это Было И Самоисследование Одновременно Какое-то Снятие Слоев Как Луковицы Мы Снимали Слой За Слоем Свои Маски Мы Очень Много Этим Занимались Мужские Женские Смешанные Маски Телесные Маски Лицевые И Это Очень Много Мне Дало И Я Чувствую Что Не Только Мне Потому Что Люди С которыми Я встречаюсь До сих пор Которые Прошли Наши Мистерии Мы Как будто Не одеты И друг с Другом И не Боимся Этого Есть Такая Родственность И Открытость Но Что Произошло Позже Здесь Оказалась Деревня Где Люди Одетые Ходят На Волгу Например Где Нельзя В общем Без майки Ходить Это Неприлично По двору То есть Их двор Это Их Территория Еще То есть У нас Например В городе Это Ушел В квартиру Вроде Ты Там Безопасности Но Также Вышел На улицу Как захотел Одел На себя Что захотел И В общем Никто Почти Ничего Не может Сказать А здесь Деревня Ты Часть Деревни Всегда Ты Можешь Быть Чужим Но Часть Деревни Чужой И Тем Не Менее Удается Ну Это Стало Внутренним Состоянием Можно В шубе Оставаться В купальнике Но Оставаться Обнаженным И так же И в жизни Мне кажется Вот эта Классная Вещь Которую Ты Сейчас Поднял Про В том числе Про стыд Можно Как бы Уже Одеться А продолжать Стыдиться А можно Ну Как бы Понимать Просто Что Это Все Очень Сложный Комплекс Выборов Между Добром И Злом Ведь Там же Был Змей В этом Раю Он туда Забрался И В общем Соблазн Случился И Ева Вкусила Этого Яблока Там Чуть посложнее История Чем я начала Изгнание Это уже Как Последствия Если мы Внимательно Посмотрим На всю Эту Историю То Мы Каждый День Едим Из этого Яблока И Каждый День Выбираем Не есть Или есть Брать Или не Брать Быть Открытым Или закрытым Хитрить Или не Хитрить Обманывать Не обманывать Это же Вот Это яблоко Раздора Оно же Не просто Стыда Но раздора Оно съедено И все И теперь В каждом Вот это Целое Рассыпалось Из двоих Сначала Из одного В том Двоих Рассыпалось На весь На весь Крещеный Некрещеный Мир И вот это Все Теперь Каждое Мгновение Должно Выбирать Драться Не драться Ругаться Не ругаться Любить Или не Любить И это Непрерывный Выбор И жизнь Приходится Так жить С шага в шаг Быть в этом Выборе Кажется Что нужно Были Выбирать Большие вещи А нужно Учиться Выбирать Маленькие И И первое Конечно Вот Чувство стыда Которое Подсажено Это передано От Евы До К ее маме К ее дочке От дочки К дочке И перешло К дочке Или сыну Вот наконец Пришло Ребенок Жи вообще Не чувствует Не стыд Ничего Вот он Открытый Нежен Вот у него Полное Соединение С природой И вдруг Ему говорят Оденься Это неприлично Первый раз И все И появился стыд Дальше уже стыдно Не одетым ходить И это прилетело Откуда-то От какой-то Мамы Папы Или бабушки И дальше Он потащил Это по своим Родным связям Так мы Чувствуем Вины Обиды Агрессии И всего остального И остановить это Можно только в себе Там чем-то шевелишь Руками А про прощение Это я трогаю Волнуюсь На самом Уплёт От того Что я сейчас говорю Это прямо Для меня Сейчас как еще Один манифест Я себе Сейчас его просто Беру Потому что В себе Надо заметить Откуда прилетела война И куда я ее несу И донесу ли ее далеко Или здесь на мне Она закончится Вот это вот Очень важный Аспект Который начался Еще в райском саде С момента Изгнания Тут мне кажется Вот это очень точно Ну вот Почему У меня как-то Свет соединилась Что Вот есть Этот действительно Стыд Как такое Я вижу себя Таким Как я есть И я себя Таким Не принимаю Но какой путь Сквозь это Ну вот Опять Как вот У нас На этих программах Как у меня В бане Это нужно Просто сделать Но нужно Раздеться И нужно Пойти туда И тогда Вот пройдя Сквозь это Ну Ты Изменишься Ты придешь В этот же рай Вот это возвращение В рай Оно происходит Через Прохождение Жеста То есть Если мы уже Изгнаны То Чтобы вернуться Нам нужно Пройти через Ту же мембрану Ту же дверь Что вот Тут Встретиться С этим Стыдом И Непосредственно Пережить Это Вот Снять Это С себя Это может Быть там Быстро Очень А может Быть Долго И мучительно Вот опять же Я вспоминаю Там свою историю Как я первый раз Разделался Это было вообще На тантрическом Таком даже Не тренинге А Это было Съемки фильма Вообще Нас пригласили На съемки фильма Я никогда До этого Публично Не раздевался Мне было там 20 лет С небольшим Я попал Вот Останкино И был там Тантрический Какой-то Этот Ну Такой Фильм Про Тантру Снимали И нам сказали Что вот В какой-то момент Вам Придется Раздеться Ну и вот Это было Очень быстро И моментально Потому что Настолько Была Вот эти Все эти Камеры Все эти Бородатые Мужики С камерами Софиты Какие-то Значит Женщины На шпильках Которые Значит Там И наша Группа Вот Небольшая В этой Студии И вот Действительно Мы там Что-то Двигались Двигались Танцевали А потом Давайте Скидывайте Себя Эти портки Все И мы Скинули И вот Это был Так Туда Вот прям Падение В это Очень быстрое А бывает Что Как бы Это долго Нужно Долгое Прохождение Вот Сматривание В себя В том числе В этот стыд Или Вина Если Она есть Там Те переживания Которые есть Но в любом Случае Получается Что Путь Какое-то Возвращение В этот рай Невозможно Не Уже Не контактируя С этим Невозможно Убегая От этого Отворачиваясь От этого И вот Ты же Ты сказала Сейчас Про младенца Я буквально Тоже Вот Перед Разговором Нашим Разговором Я там Начал Писать Очередное Какое-то Своё Письмо Себе Я пишу Эти письма Себе И Я думал О будущем О своём Ну вот Что-то Оно Изменилось Я переехал Сейчас Вот сюда В новое Место После такого Ну достаточно Долгого Периода Ну какой-то Вот Такой Условно говоря Стабильность Как минимум Вот Пребывание В одном месте Вот я Жил И вот 11 лет Долгое время В одном Том же месте И А сейчас Вот я переехал Сюда Вместе Получается Что Совпало Так Это совпадение С войной Что весь мир Вот так Заколыхался Весь мир Заколебался Заколебался В обоих Смыслах Что он Он не знает Мир Мир не знает Сейчас Куда Как Куда это повернется Как это развернется Что он вообще Сохранится Этот мир Я имею в виду Что вообще Как мир Как человеческий мир Или он может Вообще Исчезнуть В каком-нибудь Ядерном огне Там Не знаю Кто знает Да И И моя жизнь Вот личная Такая Вот наша Вот там Мадлен Жизнь Вот она Тоже вот так вот Мы куда-то переехали И не знаем пока Куда мы дальше Как мы дальше И я увидел Это как Ну вот Будущее Как Как существо Вот я говорю Там существо времени Вот у меня Такое Вот это Догеновское Словосочетание Которое Которое Мне очень так Как-то запало И нравится И я с ним живу И вот я думаю Какое существо Вот это Мое будущее И вот я понимаю Что это Такой Младенец Он слабый Он мягкий Он никакой Еще Он точно Не твердый Но тут я вспоминаю Там Даосское отношение К этому И вот как раз Что Там Улаудзы Там это было Что вот Мягкое и слабое Младенец Он наполнен Жизнью Именно А твердые И хрупкое Это стареющее Это умирающее Оно Нежизнеспособное И вот я понимаю Что я В общем-то Ну как тоже Более-менее Так всегда и жил Мое будущее Всегда было Таким слабым Младенцем Я никогда не заглядывал Надолго В будущее Не строил Каких-то твердых Планов Вот так-то Я буду жить Вот такое оно будет Это будущее Мое Значит вот На долгие годы Я этого не умел Я думаю Слава Богу Сейчас вот Весь мир так Как Где наши планы Все Я понимаю Что в каком-то смысле Ну вот Для меня Это достаточно органично То я в каком-то И ты И вы То есть я знаю Что мы в этом Как раз близки Что мы оказываемся В какой-то Более выгодной позиции Люди Которые Не умеют Особо Планировать Жестко Там А живут Вот Как-то Через такое Мягкое Будущее Способ жизни Таким Как младенцем С будущим Как с младенцем Получается Что Мы ближе К реальности Оказываемся Что Жизнь Это вот Ты знаешь Есть такая Удивительная Сейчас вещь Я ее тоже Наблюдаю Надеюсь Что я продолжаю Твою мысль В каком-то смысле Мне Предложили Ну как бы Я планировала Что я поеду В Перу В мае И понятно Что Первая моя мысль В Перу В Перу Я не поеду А Последний Вот какой-то Период времени Я думаю Это неправда Я могу поехать В Перу Я настолько Действительно Ну как бы Ну передвинулась Туда Передвинулась Сюда Пока у меня Вообще Пять виз Открытых Там Американская Канадская Понятно Что меня куда-то Могут не пустить Но в Южную Америку Пустят И я Смотрю на это И понимаю Что я никуда Не поеду Не потому что Я не хочу Или не могу А потому что Я не знаю Где будет Жека Когда я вернусь Или Я хочу быть там Где я есть Потому что Мне как-то Немножко не по себе Оставлять Близкого человека Сейчас Это какая-то Другая ценность Я никогда Мы никогда Друг друга Так не связывали И сейчас не связываем Жека никогда не говорил Не уезжай Наоборот Всегда едь Будет откуда вернуться И вот это вот чувство Что я Уеду куда-то На месяц Когда я вернусь Надо будет Прирастать Прирастать Опять друг к другу И Находить Может быть Какое-то Одиночество Или какую-то Пустоту И ее наполнять А сейчас Все так хорошо Сейчас мы вместе И вот это Вместе Совместность Это для меня Цена Я почему-то Подумала Что это Важно ценить Сейчас очень простые вещи Раньше я так Это не ценила Но Сейчас это важно Что вот У меня есть близкий человек Ты мой близкий человек Я радуюсь за то Что у тебя есть сейчас Твое место Что тебе на нем В нем хорошо Что ты передвинулся Также я Знаю Что у меня есть Жека И Это совсем другого качества Забота сейчас Забота о том Чтобы у близких Было хорошо Поговорить о том Как твое здоровье Поговорить о том Как ты Протянуть руку Внимание Это так сейчас важно А еще одна вещь Которую я Совершаю Вот как раз о том Что мы Мы с тобой Очень мало Думали наперед А происходит Все Все равно Как-то очень Классно Мы Я например Как-то Не знаю как Но Вот эта студия Которая образовалась В сознании В окружении Люди говорят О ней уже Мы в январе На нее собрали Больше половины денег Благодаря друзьям В том числе И благодаря Конкретным людям И сейчас Мы хотим Не хотим Мы будем ее строить И я Когда Когда наступила война Вот если мы говорим О войне Первое что хотелось Умереть Ну Как бы Умереть вместе с теми Кто умирает Вот это было бы честно Но я почему-то Не умираю И тогда Если я не умираю Если у меня Другие условия Что бы я делала Думаю я Да я бы строила Тогда Прямо Противоположное В войне Если война Разрушает Я буду строить И вот эта вот Студия Вдруг оказалась Мы ее задумывали За несколько месяцев До войны И она вдруг Оказалась Стимулом жить Стимулом строить Вместо того Чтобы разрушать И я вдруг Понимаю Что я в том месте Которое За строительство За жизнь За то Чтобы восстанавливать За то Чтобы создавать место Где можно было бы Найти тишину Найти Найти место Где можно встретиться И не бояться То о чем Мы до сих пор говорили Быть невинными Быть как в раю Быть в раю Возвращаться в раю Ну вот как-то так Вдруг я так Развернула Это все Я вдруг поняла Что для меня Это важно сказать Что в тот момент Когда где-то Идут разрушения Я строю Мы с тобой Об этом говорили Я даже тоже Написал об этом Как-то в одном Из своих Писем Что я В этом смысле Тоже у тебя Учусь Ну вот Мне тогда Очень твои слова Как-то были важны Потому что У меня Ну Среди Многочисленных Переживаний Там Общего горя У меня был Сильный гнев По отношению К тому Кто делает войну Что Они Разрушают Мою жизнь В том числе Ну как Вот как раз таки Мое какое-то Пусть Маленькое Но будущее Ну вот это вот Даже вот Как-то вот Я собирался Поехать В Украину Собирался Поехать в Россию Проводить там Свои программы Я собирался Делать онлайн программы Я собирался Много чего-то делать Вот В ближайшее время И Все это нарушилось Мои связи С людьми нарушились Мои Вот Ну и просто Мои друзья Их жизнь Просто разрушена Там Мои Мои Украинских друзей Разрушена Дома Разрушена Разрушена Вот мы сейчас С тобой Сидим Я смотрю На этот зал Я Вот в Ирпене Проводил Свои программы И в этот зал Попал снаряд И для меня Это Это моя жизнь Разрушена Моя жизнь Этим снарядом Разрушена Моя память В мое прошлое В мою память Попал снаряд И у меня По поводу этого Был большой гнев Что я И я говорю Что нет Я не позволю вам Делать со мной такое Вот Там Путину По Всем этим людям Которые Начали эту войну Которые поддерживают Которые за войну Я говорю Нет Я говорю Я вам Я вам этого Не позволяю Делать Со своей Жизнью Вот Со своей Да Для меня вопрос Окей А чему я говорю Да Какой мой способ Сказать Да Моей жизни Вот Я нашел Там свои Ищу Потому что Для меня Дорог Потому что Важно Что я могу Построить Из своей Жизни Из себя А вот То что ты Сказала Тогда Ну и сейчас Повторила Что сильно Начатое Перед войной И Вот То есть Оно у нас Мы же с тобой Все это обсуждали Ты сказал Когда Ты впервые Пришла Тебе Эта идея Так Надо строить Зал новый Надо строить Новую студию Ты К одному Из первых Ко мне Обратил И сказал Давай Будем строить Это Как-то вместе Там Деньги Собирать Людей Подключать Чтобы Это было Наше Чтобы Это было Вот Чтобы Я мог Приехать К вам Туда И в этом Зале И жить И провести Там занятия Проводить И вот Чтобы было Такое место Такое пространство И Давай Конечно То есть Мы вот Начали смотреть В это будущее И мы Действительно Половину денег Набрали И вот Буквально Мы же перед войной С тобой Ну так Вот За неделю Мне кажется За несколько дней Мы говорим Так Ну сейчас Вот ты вернулся С Перу Как раз Ну сейчас Вот что Давай сейчас Напишем письмо Очередное Там обращение Что Половину денег Набрали Давайте сейчас Еще поднажмем И тут И тут оно Раз И война И как бы Действительно Как будто Все обрывается Как будто Разрушается Это будущее Но То что Ты сказала Нет Войне И да Строительству Да Продолжению жизни Для меня Это как раз Способ сказать Нет и да Чему нет И чему да А еще Да Это не просто Денег Вы набрали Мы Закупили Да Да Я веду Что ресурс Как бы был И вы успели Все сделать С него Да Конечно У нас доски Доски Столят Да Важно Чтобы Не Таскать их Понимаешь Руками Ногами Перемещать Кранами Мы будем Это делать Всем своим Телом И сознанием Полностью Каждый день Вот Просто Моя тут Идея В том Что Сейчас Вероятно Просто Мы все Люди Вообще Кто Ну В первую очередь Украинцы И Русские Но Вообще-то В целом Весь мир Мы встали Перед этим Вопросом Окей Вот жизнь Перед нами Вот так Она перед нами Представила Чему мы скажем Нет И чему мы скажем Да И И вот это Важно Сделать Этот выбор Где Это провести Эту границу Как вообще Ты знаешь Кому-то Может быть Сразу Стало Понятно Чему Да Чему Нет Но Переоценка Ценностей Обнаружение Нового Веса В одних Вещах И отпускание Других Вещей Происходит Ежедневно И то Что еще Вчера Было Ценным И казалось Что за Это Можно Держаться Сегодня Уже Не ценный До такой Степени И держаться За это Не имеет Смысла И очень Многие Вещи Теряют Смысла И остается Только Смыслы В вещах Их почти Нет И студия Для меня Это тоже Не вещь Это смысл Если бы В этом Не было Смысла Я бы Легла Просто Во дворе И сказала Смысла Нет Сейчас Идет война Для меня Нет смысла Как для танцора Жить Я хочу Помереть Больше Нет смысла Для меня Все Кончилось До свидания Мы Танцоры Хореографы Никому Не нужны В этот Период Времени Нас Просто Даже Нас Никак Невозможно Использовать И И Потребовалось Время Вот Прямо Полное Обнуление А потом Собирание Смыслов И сначала Как-то Приходилось Собирать А сейчас Даже Не надо Сейчас Все само Происходит Сейчас Если есть Как бы Какая-то Внутри Опора У меня Каким-то Образом Я все-таки Думаю Что я Благодаря танцу Я умею Опираться На себя Опираться На свое Тело Которое Ежедневно Чего-то Хочет Что-то Ему Нужное Какой-то Порядок Есть В нем Уже Устроенный Богом Поэтому Приходится Этому Порядку Тоже Следовать И Исходя Из этого Порядка Порядок Налаживается И вокруг Тот Который Возможен И Это Опора И из этой Опоры Дальше Смыслы Остаются Только Главные Зачем Жить Зачем Эта Жизнь Зачем Вообще Духом Заниматься Зачем Быть Духовным Человеком Сейчас Самое Время Для Некоторых Тех Русских Заняться Духом Потому Что Другим Лечем Ну Реально Если Сейчас Не вырастет Какая-то Духовность Не вырастет Дух Не встанет На ноги В Человеке Его Какая-то Внутренняя Устойчивость Сила Понимания Смыслов То тогда Жизнь Прошла Вообще Зря Это Единственное Что мы С собой Можем Еще Как-то Ну Как-бы С чем Мы благородно Можем Уходить Отсюда Вещи Не возьмешь Близкие Останутся Позади Или уже Впереди Останутся Только Смыслы Дух 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 Связанный С чем-то Большим Чем Я В котором Есть зов И если Его уже Нет Значит Он Обрел Какой-то Мир То есть Он Есть Но Он Просто В миру Зов Который Нашел Свой Дом А пока Дом Не найден Нужно Идти Искать А не Спать Я Тут Вот Насчет Это Танцора Не нужно Скрипач Не нужно Я тут Абсолютно Не Зависен С таким Утверждением Я бы Читала Артем Танцоры Нужны Ну в смысле Что Скрипачи Нужны Искусство Нужно Ну потому Что мы Люди Мы как раз Таким Мы изгнаны Из рая Да Мы уже Не можем Быть просто Животными Которые Вот что-то Выживают Только Что мы Настолько Сильно Погружены В символический Мир И мы Постоянно Создаем Этот свой Мир Сказками Историями А эти истории Мы рассказываем Словами И танцем Движением Ну и вот Это же Танец Это как Самая древняя История Которая Рассказывает Человек Само себе Самая древняя Форма искусства Наверное Одна из самых древних Так что она еще Ходит в животный мир Как там они Какие-то эти вот Птицы там Танцуют Друг перед другом Как знаешь Есть такая птичка Маленькая Она Точно-точно Как Майкл Джексон Она одевается Так же Какие-то Красные штаны Желтый Желтый костюм И двигается Вот этой Лунной походкой Так И вот он Так привлекает Значит Самок Там Самец И Ну как бы И мы же это Переняли Почему-то Да Вот От птиц И И для нас Это стало очень важным И там Не знаю И танец может быть любым А вот там Хака какая-нибудь Да Вот эти вот танец Этих Новозеландских аборигенов Хака Такой Грозный танец Перед войной Да Такой Военные танцы Их очень много Было в разных Там Традициях Племенах Вот такие вот Чтобы поднять Этот дух боевой Да Или Или танец Горе Или танец Чего угодно Танец Может быть И здесь вот И не зря Ну говорят Что вот эти вот Пушки молчат Как-то эти Музы молчат Когда пушки говорят Мне кажется Это булдшит Такого никогда не было И это неправильно Потому что мы Существа символические Нам постоянно нужен Символизирующий Я Я имею ввиду Что для нас важны символы Для нас важны истории Как мы описываем реальность Мир Не только как мы ее живем Но и как мы описываем И вот это искусство Просто почему я сейчас Об этом говорю Потому что Я помню Что одно из первых действий Которые Ты И со своими подругами Вы сделали В начале войны Это вы сняли Вот этот фильм Со своим перформансом С своим танцем С этой украинской песней С этой кровью Рябины Рябина это была Или что это было Калина Калина Можешь чуть-чуть Рассказать Как вообще Вот это Родился у вас Этот перформанс Ну Собственно Прямо 24-го Я уезжала В деревню И уже в начале марта Ко мне приехали женщины По плану На женскую встречу И конечно Половина из них Не приехала Потому что у них Взрослые сыновья Часть Одна из них Уехала за границу Сразу же с мужем Беременная И как бы С женщинами вообще Я понимаю Что у мужчин Как бы Целенаправленно Куда-то Есть движение А женщины вообще Они просто Как это Как капля Разбегаются У них Энергия другая И вот Эта группа Она стала Наполовину меньше Но они приехали Они приехали И с нами была Девчонка С камерой Которая планировала Что-то снимать И когда все Уехали После этой группы Осталось Три женщины Я И еще две У нас оказались Одинаковые платья И весь этот Вся эта группа Весь этот процесс Я как будто Мне казалось Что я Забрала сестер Спрятала их Под одеялом На какое-то время От ужаса войны Прямо спрятала И какой-то Своей силой Каким-то своим Жизненным Послеперуанским Каким-то Наполненным Солнцем Сердцем Я их Напитывала И готовила К тому Что они Уйдут Опять в жизнь Опять будут Встречаться С тем Как им Жить дальше Но вот Этот момент Они под одеялом И у них Есть еще Мгновение Спрятаться Пережить себя Встретиться С собой Прежде чем Встретиться С жизнью Вот какой-то Такой я Сделала И когда они Все уехали Остались мы Втроем И тогда Меня накрыло Что я тоже Встречаюсь Сейчас Я тоже была Под этим одеялом Я сейчас вышла И вот я Встречаюсь с тем Что у меня в сердце Огромная боль И оно истекает Кровью И пока мы гуляли Пока мы смотрели На эти места Я конечно Заприметила Эту калину Которая уже Как капли крови У нас Там на снегу Лежала И кричала И И это все Само случилось Потому что я Я думаю Что это было Вот прямо Начало марта Это было как Январь-февраль Было очень холодно И этот день Был самый холодный И я знала Что надо идти Вот именно В эту стужу Потому что Никакая нежность Никакое тепло Не может сказать О смерти Нужно Идти сквозь боль И сквозь холод Сквозь стужу И говорить И кричать Кричать И со всех сил А кричать Я могу только Танцем Это мой крик Это мое выступление Это мое Заявление Миру И мы Меня услышали Девчонки И мы Просто очень быстро Это все сложилось Конечно Гениальная Даша Укина Которая все это Смогла смонтировать Так И в тот же день Появилась эта песня И она случайно Появилась Это не то что Ничего не было Заготовлено Мир просто хотел Вот Чтобы этот крик Был выражен И это было видно То есть Все что не должно быть Не случается Все что должно быть Случается Как для меня еще одинак Такой Возможности И И да И тогда я поняла Что искусство Это мой язык Искусство Это то Чему я училась То чем я занималась И видимо Буду заниматься До конца дней своих Не важно Что мое тело стареет Мир тоже стареет Вместе со мной И поэтому Поэтому будем Говорить о мире Будем говорить о том Что происходит в себе И Нужно тянуться к тому Что происходит По-настоящему По-человечески Чтобы это понимать И выражать Иначе Люди искусства Тогда будут не нужны А пока они в этом состоянии Тонкости Восприятия Чувств Переживаний Способны Выразить еще это Это То что останется То что должно быть Услышан Потому что Не все сейчас Способны Размышлять Прямо сейчас Это не только Даже то что останется А то что Это важно Как память Да Тоже Вот эта передача Как мы фиксируем То что происходит И не просто Там Сейчас понятно Что фиксируют Все Там Каждый телефон И все время Что-нибудь снимают И поэтому Много вот этого документального Оно остается Зафиксировано Но Мне кажется Здесь важно Как раз В какую форму Мы Придаем Как искусство Потому что Именно только искусство Может Оно способно Дать нам Возможность Принять Неприемлемое Принять Как-то Воспринять То что Чрезвычайно Сложно Воспринимать Когда мы Переводим На какую-то Символическую Форму Когда мы Можем В этом Петь Танцевать Когда мы Можем В какую-то Форму Такую Чтобы Это уложилось В сознание И это Просто Для многих И сейчас Почему Этот Ваш клип Так Он так Прозвучал Пусть Среди Какого-то Наших Фактически Друзей Знакомых Но Он Он важен Как Как Твой Ваш Голос И Как Ваша Боль Твой Потому что Каждый Может Соединиться Связаться С этим Связать Свою Боль С этим И вот Через Это Разделить Как раз Что Каждый Из нас Не отделен В своей Боли Вот Что Мы Слышим Но нам Нужна Форма Как раз Форма Куда Как Это Может Быть Увиденным Воспринятым Ты знаешь У меня Заниматься Искусством Это же Не только Самой Выходить На сцену Это Вообще Просто Приводить Людей К искусству Или К тому Что Они Могут Выражать Себя В искусстве Или Танцевать Многие Забыли Что Или Не знали Что Они Танцующие Сейчас У меня Был большой Вызов С самого С самого Начала У меня В мае Всегда Тренинг Для начинающих И В этом Году Я Запланировала И хотела Чтобы он Был И И хотела Быть В нем И Я Первое Что Было У меня Отменить А потом Я просто Оставила И сказала Да пусть Как будет Так будет Пока Пусть Это Ничему Не мешает Оно Существует Как-то Само По себе Но Постепенно Я вдруг Поняла Что В этом Есть Смысл Если Люди Перестанут Танцевать Сейчас Они Перестанут Дружить Они Перестанут Обниматься Они Перестанут Перестанут Быть Теплыми Друг Друг Кажется Это Это Очень Важный Аспект Это Не То Что Я Делаю Это Даже Не Про Танец А Про То Что Мы Мы Когда Танцуем Мы Знаем Что Мы Не Разделим Что Мы Одно Когда Когда Танцуют Два Человека Это Особенно Видно Можно Увидеть Когда Танцуют Группы Это Можно Видеть Это Можно Видеть Что Мы Целые Которое Разделено На Отдельных На Отдельные Тела И Сейчас Оно Прямо Одним Телом Танцует И Двигается Одним Телом И Как Можно Рубить Это Тело Как Можно Его Ненавидеть Как Можно Сравнивать Одно С другим Когда Оно Одно Это Как Такая Высокая Метафора И К ней Приходится Катиться Кувыркаться Переворачиваться Вниз Головой И Делать Какие Другие Вещи Но Именно В этом Танце Благодаря Многому Какому-то Такому Пластилиновому Движению Когда Мы Переминаем Свои Кости Мышцы Кровь В Движение До такой Степени Что Мы Начинаем Течь Как Река Превращаемся В Разные Элементы Здесь Можно Нащупывать Вот Эту Единость Любовь Мягкость И Разминать Вот это Уставшее От боли Сердце Я Нашла Для себя Смысл Я буду Делать Этот Тренинг И Как ни Странно Мы ничего С ним Не делали Не звали Почти И люди Собрались Значит Это кому-то Нужно Как С Калиной Калина Лежала Плакала Кровила И мы Пришли И сделали Танец И так же Будет С этим Знаешь Я сейчас Вижу Что Понятно Что Это естественно Опять же Как на многих Подействовала Война Как Такое Чтобы Закрыться И уйти Из контакта Вообще С какого-либо С кем-либо Некоторые Вообще Ушли Ну вот И Многие Онемели Ну как Вот это Онемение Которое Произошло Оно Произошло Очень У многих Но я Тоже Вот Как У меня Была Там Какая-то Практика Писания Мне просто Стало Еще и Некогда Потому что Я Сразу Была В первые Две Недели Точно Вообще В первый Месяц Была Большая У людей Потребность Просто Говорить Со мной У кого-то Но это Было Такие Разговоры Не под Запись Такие Индивидуальные Интимные Разговоры И Ну я Понимаю Что По ним Тоже Чувствовал Что Писать Мне И некогда И У меня Нет Какого-то Смысленного Ну Какого-то Вот Такого Как Было Это Можем Было Делать Там Играюще Как-то Потом У меня Недели Через две Начали Возвращаться Какие-то Слова Но я Вижу Что Для многих Это так Что Не менее И Вот эта Вот Закрытость Ну может быть Вот этот вот Стыд Настолько Силен Стал Русиан У многих Стыд Понятно За Что За Вот Эта Принадлежность К этой Стране Но Я вижу Что И у многих Украинцев Это тоже Возникло И опять же Без формальных Таких причин Что я Сделал Что-то Не то А что Вообще Это Произошло С нами С людьми Вообще С людьми Это Произошло С нами Это Произошло И я Как Представитель Рода Человеческого Я в этом Участвую Просто С тем Что я Человек И стыд За это Вот это Вот тот Самый Первородный Грех Как будто Здесь вернулся Для многих И вот это Закрыть Закрыть Себя Закрыть Глаза Не видеть Этого Уйти Вообще Из контакта Не смотреть В зеркало Не смотреть На других Как на зеркало И я понимаю Что Может быть На какой-то Этап Это Необходимо Но если Мы в этом Застреваем Жизнь Замирает Там И Тут Нет Никакого Противоядия Дальше Это будет Потом Пожирать Меня Самого И поэтому Вот эти Способы Объединения Соединения Вот здесь Искусство Действительно Может быть Таким Вообще Любой Форм Контакта Вот я Вижу Что для Меня Пусть Это Маленькое Пространство Я не хочу Чтобы оно Было Большим Потому что Тогда Теряется Какая-то Индивидуальная Связь С каждым Вот утренние Мои встречи А не про это Что есть Это пространство Куда могут Прийти Украинцы Русские Какие угодно И где мы можем Посидеть В молчании Вместе Когда я один Там что-то Говорю Но Ну вот эти Медитации Когда мы Можем Обратиться К себе Вот Как мы есть Тело Там Сознание Все А потом Еще поговорить Уже Вот встретившись Словами поговорить В этом Едином Пространстве Я вижу Ну что Опять же Для кого-то Это становится Очень важным Пространством Для Ну для тех Кто приходит Туда постоянно И они Своим соучастием Они создают Это пространство То есть Я-то Ну как бы Я вот Маленькая часть Этого всего Пространства Один из Соучастников А Просто Если бы Никто бы не пришел Тогда бы Не было Пространства Я бы один Ну как Чего Я бы один Вот это Вот как раз Со 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 Участие Она рождает Это пространство Через которое Вот Жизнь Может Течь И вот Где мы Можем Вспоминать О том Что мы Не одиноки О том Что мы Не 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 Отдельно Собственно Если война Это такая Квинтэссенция Отдельности Отделенности И противооборства Противоречия Противоречия То нам Нужен Какой-то Соречия Нам Нужен Вот Чтобы Чтобы Найти Этот Этот Какой-то Антидот Вот этот Противоядие Тому Ядру Отделенности Отдельности И тут Мне кажется Все способы Которые Направлены Это те Которые У нас есть Вот У меня Свой У тебя Свой У каждого Из нас Какой-то Свой Вот их Нужно Просто Использовать Нужно Чтобы Восстанавливать Чтобы Жизнь Продолжала Течь Даже Внутри Этой Войны Да Хочется Тебя Обнять Что Вы Понимаете Такое Теплое Пространство С тобой Хорошо Спасибо Тебя Мало Смеялась Сегодня Такой Денек Да Обычно Мы с тобой Побольше Смеемся Ну еще Посмеемся Надеюсь Ладно Привет Джеки Коту Кот там Ушел Или там До сих пор Лежит Ушел Тихой Сапой У нас тут Богатые На кошек Место Вот они Тут просто Район Такой Как Дома Частные Фактически На земле Садики Там Кошки Все домашние Но они Могут Выходить Спокойно Как ваш Входит Везде В деревню Так же Тут По району Их Много У нас У соседей У них Две Две Кошки Одна Без Хвоста Мы Назовем Хвост Лос А второй А Другой Кот И вчера Вечером Сижу Там сидит И она Смотри На втором Этаже Низкий Второй Этаж Легко На него Прийти На второй Этаж И тут Прям Из Балконной Двери Сидит Этот Хвост И на нас Смотрит Я пошел Как бы Сейчас Спугну Открыл дверь Хотел пригласить Но Может быть Еще будет Заходить Вы Прикупите Там рыбки Молочка И Начинайте Коты Они могут На несколько Домов Ходить И кушать Да Ну так вот У нас Малгарет Там ходила К нам В 5 лет Была Наша Фактически Наша Кошка Вот такая Приходящая Такая Подруга Была Так что Может быть Здесь Мы тоже Обзаведемся Друзьями Вот У котов Любопытство Любопытство Интерес К происходящему Кто тут Заехал Новенькие Какие-то Ну-ка Надо Заглянуть Туда Ты знаешь Надо развивать Нюх Надо развивать Нюх Если мы Хотим быть Любопытными Хотя бы Как коты У них же Точно Запахи Новые Появились Вот они И лезут И следуют А мы Из-за того Что Не очень Нюхаем Надо Начинать Друг друга Потихоньку Обнюхивать Дом Дом Обнюхивать В жизни В жизни Найдешь 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 Елочку Возьми Елочку Или На улице Там есть Какие-нибудь Сосинки Елочки Возьми Немножко Вот Этой Самой Хвоей Понюхай Пахнет У меня есть Шишки У меня есть Две шишки Это шишки Туевые Шишки Я их Вот так Вот В руке Кручу Все время Они пахнут Прямо сейчас Я нюхаю Они пахнут Хвои Ну вот Ну все Я выполнил Свою жизнь Привет Передала Хорошо Одна шишка К его шишкам Ладно Валент Спасибо Я так пыталась Так нехорошо Стало Мне с тобой Хорошо Пока 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 За новою Тай світлицею За новою Тай світлицею Стоїть верба Із росице Кому Тая Тай Верба Треба Кому Тая Тай Верба Треба Кому Тая Тай Роса Треб Ой Молоді Тай Роса Треба Ой Молоді Тай Роса Треба Молодому Тай Верба Треб Ой Вербою Коники Бити Ой Вербою Коники Бити А Росою Лученько Вмит А Росою Умиватися А Росою Умиватися До Шлюбоньку Забиратись За Новою Тай Світлицею За Новою Тай Світлицею Стоїть Верба Із Роси Цей Стоїть Роси Роси Роси